Всем привет! С вами Бэшик. В этом видео рассмотрим работу приложения Rust+. Это приложение компаньон для игры Rust. С чего начать? Ссылочки на приложения для айфона и для андроида будут в описании под видео. Ставим приложение на телефон и первым делом авторизуемся через Steam. Процесс несложный, показывать его я вам не буду. Там все банально, вы просто авторизуетесь в Steam, потом возвращаетесь в приложение. Приложение вас как бы авторизует через Steam. И соответственно все, ваша учетная запись подвязана к приложению. Далее. Заходим на наш любимый сервер. В данном случае я зашел на тестовый сервер, это FacePunch Staging, один из официальных. В вашем случае вы зайдете на свой сервер, на котором вы играете. Нажмете Escape. Тут найдете менюшку Rust+. Менюшка называется точно так же, как называется само приложение. Запускаем приложение. Нажимаем на эту менюшку. Тут у нас появляется название сервера. Ниже красный крестик говорит о том, что данный сервер у нас не добавлен в наше приложение. Соответственно у нас запущено приложение. Мы нажимаем вот эту кнопочку. На приложение у нас приходит уведомление. С названием данного сервера, информация о сервере, мы нажимаем Pair Server. То есть зеленую клавишу с значком плюсика. Добавляем сервер. Далее мы его выбираем. У нас может быть несколько серверов. Тут мы видим информацию о сервере. Количество онлайна, время, карту. Когда был последний вайп. Дальше у нас идет нотификация. Потом мой профиль Steam. Идут новости. То есть что нам нужно? Допустим, мы можем зайти и посмотреть карту сервера. Это вкладочка Map. У меня приложение вылетело, когда я выбрал Map первый раз. Перезапустил приложение. Еще раз выбрал. Карта загрузилась. Она немножко тормознуто работает. Приложение еще в тестовой стадии. Поэтому баги, вылеты, тому подобное. Вообще это нормально. Это нужно просто ждать, пока когда исправят. Вот на карте видно, где я нахожусь. Давайте попробуем пробежаться. Возможно динамически будет все это обновлять. Так, я вроде двигаюсь. Да, я двигаюсь. Давайте попробуем зазумить. Вот я, значит, бегу. И на карте видно, куда я бегу. То же самое будет с вашими тиммейтами. Удобно. Реально прикольно. Можно понять, где ваш тиммейт находится. Находясь в это время вне игры. Ладно, давайте остановимся. Это была карта. На карте всякие штуки здесь отображаются. То есть вининговые машины. Все это можно настроить. Хорошо. Давайте пока закроем вот это все. Нажмем вот эту клавишу. Она у нас получается центрует изображение. Центрирует изображение на нас. То есть мы, когда вот карту, допустим, в одном углу открыли, а находимся в другом. Чтобы себя долго не искать, не скроллить, мы просто нажимаем клавишу и попадаем на себя. Тим, это команда. Командный чат. Тут я тоже писал всякое разное. Давайте что-нибудь напишем и посмотрим в игру. Сейчас вот так вот просто. Опачки, да? Раз, два, три. Раз, два, три. То есть это просто групповый чат с вашей командой, с вашими закладами. Все, что вы пишете в приложении, отображается в игре. То есть вы можете находиться вне игры, писать в вашей чат, а ваши тиммейты все это прочитают в игре. Девайсы, к сожалению, на данном сервере показать не могу. На другом сервере у меня нормально все это не заработало. Но суть здесь примерно такая. Вы можете из этой вкладки, с телефона, активировать, например, рубильник или получить сюда, в это приложение, уведомление, если, допустим, вас рейдят. Я вам сейчас покажу, как происходит сопряжение, но конкретно включение-выключение показать не смогу, так приложение нормально почему-то с моим сервером, который я сам поднимал. Работать не хочет. Вот с официально нормально, с моим нет. Давайте рассмотрим, как работает функционал подвязывания устройств, девайсов. Соответственно, у нас есть финализация и у нас есть рубильничек. И сюда. Теперь смотрите. Нам нужно сделать сопряжение. Удерживаем клавишу. Pair. В приложение приходит уведомление. Smart Switch. Можем задать им любое имя. Мы имя выбирать не будем. Просто нажимаем Pair Device. И оно должно добавиться. В данном случае у меня просто что-то с сервером. Поэтому оно не добавляется. Идем сюда. То же самое. И так вот, некоторое количество устройств вы можете добавить, проименовав их, как вам удобно. Если будут вопросы, пишите в комментарии, делитесь своими советами. Может, у вас есть какие-то решения некоторых проблем. Все еще пока в тестовой стадии, но уже, уже приятно. Оно работает. Хоть как-то, но работает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok